Военный контингент ОДКБ готовит технику для загрузки в самолеты, чтобы вернуться в пункты постоянной дислокации. Сам ввод войск ОДКБ в страну среди казахстанцев ранее вызвал неоднозначную реакцию. О том, нужно ли было Казахстану заручаться поддержкой миротворческих сил. Насколько это решение оправданно. Эти вопросы мы решили задать доктору политических наук, профессору Есенжолу Алиярову. Он уже у нас в студии. Есенжол Каневич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот с введением войск ОДКБ Казахстан, тем самым поставил под сомнение, вот бытует мнение такое, что поставил под сомнение вопрос о своем суверенитете. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, вы знаете, вот ярчайший ответ, те события, которые происходят сегодня, когда контингент сил ОДКБ начали покидать нашу страну. Если мы замечаем, все слова, которые были сказаны в тревожные моменты президентом нашей страны, господином Токаевым, они выполняются четко, когда он сказал, что они прибывают для охраны важных объектов, что они не будут принимать участие в боевых действиях, что они будут охранять стратегически важные объекты. И мы видели за эти дни, вот особенно алматинцы, где была очень напряженная обстановка, что они четко выполняли ту задачу, которая была предписана им. Поэтому я считаю, вот, к сожалению, вот у многих у нас появилось вот это такое модное слово хайповать на каких-то событиях. Естественно, ноги не могли удержаться вот этими событиями, которые, можно сказать, перед иначе некоторые слова, три дня, которые потрясли наш город. И в этом отношении я считаю, что ОДКБ, прибыла сила ОТГБ, которые прибыли в нашу страну, они выполнили свою миссию четко, значит, по установленному сценарию, который просило правительство Казахстана, глава государства, и они с честью покидают нашу страну. Естественно, кроме слова благодарности, тем ребятам, они тоже в какой-то мере рисковали своей жизнью. Военные всегда рискуют своей жизнью, когда приходят устанавливать мир и порядок, если даже они выполняют миротворческую функцию. В этом отношении к слову благодарности нет. Но те, которые нарастают или хотят разыграть вот некоторые карты, ну пусть останутся. Есть, но мне непонимание вызывает высказывание некоторых должностных лиц, и с нас, и у нас, и в России. Например, меня глубоко возмутило слово Рогозина, что мы, министру информации и общественного согласия, заказываем путь в город Байконур. Байконур, но это, по крайней мере, неэтично и недружественно, ведь это член правительства, а город Байконур, мы знаем, находится на территории Казахстана. Поэтому я считаю, вот такие высказывания, возможности найти какие-то привлечения к своим заявлениям, они неуместны в таких трагических событиях, которые были в Алмате. Я считаю, что жители города глубоко благодарны нашим военным, в первую очередь, силам ОДГБ, которые в кратчайшие сроки позволили нам опять вернуться к нормальной мирной жизни. Мы живем три дня уже нормально, люди начали ходить на работу, дети начали ходить в детские сады, школьники чуть попозже выйдут. Ну, разве это не результат? Остальные все слова. Поэтому я думаю, что в далеком 1992 году, когда в Ташкенте подписывался договор о коллективной безопасности, то в 2002 году она превратилась в организацию, она заявила о себе нормальной, действующей, значимой структуре в рамках постсоветского государства. Я поэтому считаю, что это было своевременное решение нашего президента и четкое выполнение своих обязательств силы ОДГБ в нашей стране. То есть Вы хотите сказать, что с введением миротворческих сил на территории Казахстана вопрос с устранением террористических банд на территории Казахстана удалось решить в кратчайшие сроки? В кратчайшие сроки и никакое посередство ни на суверенитет, на дивизию Казахстана мы не видим. Дифференцировать нагрузку, боевую нагрузку. Поэтому надо воздержаться от таких прогнозов и комментариев. А вот скажите, в каких случаях допустимо введение миротворческих войск на территорию другого государства и в каких не допускается? На мой взгляд, те события, которые произошли в нашей стране, это будет предметом обсуждения глав государств, входящих в эту организацию. И, конечно, будут отрабатываться варианты доставки, их функция, их участие, в каком виде они будут и в каких случаях. Случай, наверное, всегда будет один, если законно избранное правительство и глава государства попросит официально о введении сил ОДКБ для помощи тому или иному государству. В таких случаях это общепринятая мировая практика, она всегда будет законной. В свете недавнего обращения президента Казахстана в части реформирования системы национальной безопасности, какие проблемы следует решать первоочередно? Ну, я не открою Америку, если скажу, чтобы президент четко обознатил, что вот эти события массовые такие показали, что есть очень много недостатков в наших вооруженных силах и правоохранительных органах. Во-первых, президент отметил отсутствие взаимодействия, когда они научились понимать друг друга. Второе, вот нехватка средств и техники. И мы ни разу не слышали с вами, да, вот то применение оружия, что наши правоохранительные органы применяли резиновые пули и другие средства, которыми разгоняются хулиганы и банформирование. Если это выходит за рамки закона, то стоит вопрос, а что у нас правоохранительных органов не было этих даже средств. И в этом отношении надо реформировать и, естественно, нарабатывать опыт, потому что с меньшими жертвами наводить порядок в той или ином городе или в целом стране. И самое важное то, что мы поняли, что если мы не будем вместе, то за нас никто не будет этот порядок устанавливать. Поэтому, если мы будем реформировать наши вооруженные силы и правоохранительные органы, это дело не только руководство страны, это дело не только военного руководства, это дело всех и каждого. Но всегда надо говорить о том, что вооруженные силы, прежде всего, их назначение защищать свои государства, суверенитет своей страны. И есть расхожее мнение, когда говорят, если мы не кормим свою армию, будем кормить армию других стран. Не дай бог, чтобы до этого дошло. Да, конечно, разумеется. Спасибо большое, Есен-Желкани, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Спасибо вам большое. Спасибо. О необходимости ввода военного контингента стран ОДКБ в Казахстане нам рассказал доктор политических наук профессор Есен-Жел Алияров. Мы продолжаем выпуск.